Руины в Волновахе, спасение пациентов под взрывы и две недели в подвале. Наш корреспондент Анна Перевозчикова продолжает работать на Донбассе. Насилие к детям угрозы учителям. В какой обстановке учатся в 144-й школе Барнаула? Более 300 человек в крае могут остаться без работы. Минприрода региона хочет расторгнуть договоры на аренду лесных участков. Руины в Волновахе, спасение пациентов под взрывы и две недели в подвале. Корреспондент нашего холдинга Анна Перевозчикова продолжает работать на Донбассе и общаться с местным населением. Бомбежки города Волноваха разлучили Валентину с подругой и лишили ее дома. По словам нашей коллеги Анны Перевозчиковой, в квартиру женщины прилетел снаряд. «Город мой, моя Волноваха, принесла нам с рассвета весну. Только нам, конечно, с рассветом весной Волноваха не принесла радость. Квартира у меня сгорела. Дожить до 74-х лет, не думать о том, что теперь у тебя крова нет, ни во что одеться, это самая страшная жизнь. Все время принимали больные, раненые, родины. Бандят, они кричат, рожают». По словам жителей, ВСУ превратили больницу в руины. Сейчас город под контролем российских военных. А это дом на Щербакова, где ВСУ две недели держали людей в подвале. «Вот здесь закрыл подваль, здесь стоял этот самый и стрелял. А нас загнал в подвал. Мы зашли, посмотрели, как мы в туалет ходили, как мы кушали. Вас использовали как живойщик?» Анна Перевозчикова пообщалась с жителями, которые в спешке покидали свои дома. «Вчера встретилась с двумя женщинами. Они стоят шестые сутки. Живут в машинах, потому что в день продвигаются на 20-30 метров в ожидании, когда их пропустят через границу. Огромные очереди. На обочинах просто ряд машин штук по 50. Я даже не успевала считать просто». Своими впечатлениями Анна продолжит делиться в ближайших выпусках. Валентина Аскерова, Анна Перевозчикова. День с толком. В ближайшие пару лет в Барнауле должна появиться муниципальная компания, которая возьмет на себя ответственность за пассажироперевозки в городе. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал глава Барнаула Вячеслав Франк. За полтора часа он ответил на десяток вопросов местных СМИ. Подробности далее. Браться за пассажироперевозки в Барнауле пора, уверен глава, хотя и сейчас совещания с транспортниками проходят в регулярном режиме. Но чтобы повысить культуру перевозок и снять с повестки огромное количество вопросов, в том числе по тарифам, необходимо создать государственную муниципальную компанию. Открыть свою компанию, например, на базе ГЭТ. У нас же есть с вами государственная компания, да? Это трамваи и троллейбусы. На базе этого открыть еще и автобусы. И потихоньку эти маршруты забирать, интегрировать в этот процесс. К слову, частники будут работать параллельно. Но в перспективе газели, которыми город перенасыщен, можно будет заменить на новые большие автобусы. А вот вновь повышать тарифы не планируется. Хотя перевозчики в условиях санкции этого просят. Менять стоимость проезда чаще, чем раз в год, Вячеслав Франк считает неуместным. Поделился мэр сегодня тем, что оперативно принимать решения по самым разным вопросам ему помогает то, что сейчас он совмещает две должности. Является еще и секретарем местного отделения партии «Единая Россия». Такое сопряжение, я считаю, оно удобно будет для барнаульцев. Почему? Ну, я думаю, что депутатам сегодня надо, может быть, где-то побольше работать на округах. Непосредственно видеть те желания, которые формируются жителями города. Если чуть глубже, то и бюджет будет формироваться, уже исходя из тех запросов, которые идут от населения. А сегодня от журналистов вопросы звучали в том числе и личные. Вячеслав Франк рассказал, что после перенесенного ковида две недели приходил в себя, ощущал усталость, но сейчас уже в форме и вернулся в тренажерный зал. Вторник, четверг, суббота – это спортзал. В 7 утра я там, приходите, позанимаемся, где-то можем поспорить, кто больше поднимется или от груди возьмет. Мэр поделился и своим мнением насчет необходимости площадок для выгула собак в Барнауле. Будут ли перенесены сроки ремонта моста на новом рынке? Появится ли тоннель под ЖД вокзалом? И почему его лично нет в соцсетях? Подробнее об этом в нашем субботнем выпуске. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Стройку на площади Сахарова заморозят. Об этом сообщил владелец будущего ЖК Андрей Козлов. Работы здесь начали в январе и должны были закончить к маю. За пять месяцев в планах было демонтировать аварийные баки и снести искусственные холмы. Следом должна была начаться стройка. Накануне владелец заверил, что эти работы доведут до конца. Разрухи в центре города не будет. Рабочие выровняют площадку и освободят ее от мусора. Но какова судьба проекта, пока неизвестно. Ветер переменно стиг и строительную отрасль Алтайского края. Строители уже начали сталкиваться с проблемами поставок. Помимо этого появились новые угрозы для индустрии. Спрос на жилье падает. Как строительная отрасль будет перестраиваться и какие меры поддержки введены уже сейчас, расскажет Ирина Корчагина. Почти 990 тысяч квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в крае в прошлом году. Это самый высокий показатель с 91-го года. Сможет ли строительная отрасль побить свои рекорды в этом году – большой вопрос. Строительная отрасль всегда ощущает санкции, кризисы с отложением на месяц, на 2-3, на квартал. Потому что у нас цикл долгий строительства. И все эти процессы у нас долгоиграющие от 2-3 лет до 5 лет. Поэтому, естественно, все это отразится. Но сегодня по инерции стройка продолжается. Потому что есть запасы материалов, есть начатые объекты. Хотя уже сегодня застройщики сообщают о перебоях с поставками. Несмотря на то, что строительная индустрия, по словам экспертов, не особо зависит от импорта. К счастью, на Алтае цемент, щебень, песок, кирпич – свои. Но есть проблемы по комплектации пожарной сигнализации, вентиляции, автоматики, которые поставляют из-за рубежа. А еще внутри страны падает спрос на жилье. Меняется ипотечная ставка. Логика льготирования ипотечной ставки сохранена. Да, она выросла с измерения 7 до 12%. Но при учетной ставке в 20-12% – это все-таки достаточно приемлемая ставка. И надо понимать, что мы сегодня зависим от учетной ставки. Если вспомнить 2014 год, она подержалась некоторое время, потом начала снижаться. Я думаю, надо в голове это держать, что это не навсегда 20% ставка Центробанка. Одновременно с этим повысится сумма льготной ипотеки для жителей Алтайского края с 3 до 6 миллионов рублей. Все эти меры, по словам экспертов, помогут поддержать отрасль. И сегодня в правительстве уже достаточно этих мер было принято по поддержке, по аренде, по продлению сроков аренды земли, по продлению разрешений, по упрощению документации. Просто это надо на местах у нас, в крае, в городе это внедрять быстрее. Есть опасность такая, что там принимаются наверху решения, а внизу они еще в жизнь не приводятся. Выходить на новых поставщиков, решать проблемы логистики и ценовой политики. В Союзе строители края надеются, что за несколько месяцев все эти вопросы удастся наладить. А также верят в то, что раз пережили 2008, 2014 и 2020, переживут и этот кризис. Ирина Корчегина, Алексей Фризин, День с толком. Избивает детей, угрожает учителям, показывает гениталии прямо на уроке. Второклассник из 144-й Барнаульской школы превратил жизнь детей и педагогов в настоящий ад. Родители бьют тревогу, устали бояться за здоровье и жизни своих детей. Слово Софии Яценко. Четыре месяца родители второклассник 114-й школы не находят себе места. В ноябре в их класс перевели мальчика, который ежедневно отравляет жизнь их детям. Мальчик может просто встать посреди урока, кинуть стул, либо пнуть одноклассника острым карандашом. Ну, еще больше он может ударить девочку, то есть только потому, что они не пускают его в раздевалку, в женскую раздевалку, где они переодеваются на физкультуру. Угрожал изнасиловать учителя, проткнул ручкой десну однокласснику, показывал половой орган на уроке, перечисляют родители. У нас много за год, кто не хочет продолжать работать с нашим классом из-за этого мальчика. То есть постоянный конфликт учитель английского, ей тяжело преподавать, учитель физкультуры, постоянно под срывом и отказывается вести у нас уроки. Родители систематически снимают побои своих детей и с просьбой огородить их от маленького изверга стучаться во все инстанции. Но по их словам, даже директор упорно закрывает глаза на происходящее. Дочь моя переодевалась после физры, он зашел на нее, посмотрел и дал ей пощечину по лицу. Его потом отвели к директору. Ну и все, и опять же сделали так, что моя дочь оказалась виноватой, что она сама к нему лезет. Откуда в ребенке столько агрессии и сексуальной распущенности? Родители полагают дело в обстановке, в которой живет мальчик. У них семья, полная семья. Но он, как мне дочь рассказала, он не отец ребенка, он отчим. Он его избивает. Причем это во всей школе говорят, что его избивает отец. По словам психологов, такая версия имеет место быть. Дети часто транслируют то, что наблюдают вокруг. Например, ребенок видит какое-то жестокое обращение физического или сексуального характера тоже. Иногда такое бывает, когда ребенок случайно, нечаянно увидит, например, картину, любовную картину, так скажем. Тоже своего рода вызывает подобную реакцию. И они не знают, что делать с такой энергией. Для сложных детей, говорит психолог, есть кризисные центры и спецорганизации. Но работу там проводят только с согласия родителей ребенка. А вот школьный психолог уже должен был поработать с мальчиком. Мы позвонили директору. Учредитель городской комитет образования заверил. Ситуация на контроле администрации школы, органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности индустриального района. Но родителей это не успокаивает. Наша редакция направила запрос в органы опеки. Мы продолжим следить за развитием событий в школе, где родители второклассников пока могут расслабиться только на каникулах. София Цинк, Алексей Фризин. День с толком. Пол сотни погибших на дорогах края. Таковы цифры с начала 2022 года. Что почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. И это несмотря на то, что аварий с каждым годом все меньше. В 2019 году в Алтайском крае произошло около 3000 ДТП. В 2021 на 500 меньше. Снижается и число пострадавших. Количество самих пострадавших уменьшается, а из них ЧАЭС увеличивается. Значит, были жестко нарушены правила дорожного движения. Либо это скорость, либо это еще какие другие факторы. Другими словами, стало больше жестких ДТП. Во время пресс-конференции министр транспорта Антон Воронов предположил, в чем причина. По его мнению, роковую роль главным образом играет человеческий фактор. Более 300 человек в крае могут остаться без работы. Это сотрудники лесной отрасли, которые трудятся на предприятии Содружества Павловского района. Минприроды края планируют расторгнуть договоры на аренду лесных участков. Иск уже подан в арбитражный суд. Лесники написали письмо губернатору и президенту с просьбой поддержать их в споре с ведомством. Можно ли сохранить коллектив и предприятие, обсудили на пресс-конференции с участием всех сторон спора. Лесными участками в Павловском районе Содружество владеет уже 7 лет. Но именно тогда, по данным Минприроды, предварительного согласия на проведение сделок с дочерними предприятиями холдинговой компании выдано не было. Спустя годы это нарушение, допущенное самим ведомством, стало причиной возможного расторжения договоров на аренду. Руководство Содружества уверяет, если предприятие лишится возможности заготавливать древесину, его сотрудники, в том числе высокотехнологичных производств, заводы домостроения и цеха деревообработки, могут лишиться работы. И приводят примеры. В 2020-м компания уже потеряла участок в Панкрушихинском районе. Тогда Минприроды расторгла договор через суд. Итог мы знаем. 150 человек выброшены с предприятия. Ликвидировано самое крупное предприятие на территории Панкрушихинского и Крутихинского районов. Древесина, которая заготавливалась и проходила через все наши легальные предприятия, официально перерабатывалась. Она теперь заготавливается там кем-то в Панкрушихе. Я не знаю кем, куда она идет. Тоже большой вопрос. К слову, тогда, по словам руководства, предприятие потеряло почти 90 тысяч кубов древесины, которая шла в переработку и не готова потерять еще столько же. Оставшегося сырья, говорят, они просто не хватит, чтобы обеспечить работой людей. Я хотел бы вернуться к людям. Я хочу вернуться к рабочим, которые на сегодняшний день... Мы потеряли Мамонтова, мы потеряли Залесова, мы потеряли Знаменку, мы потеряли Фрунзу, мы потеряли Панкрушиху. Мы потеряли... Там нет теперь коллективов, которые могли работать. Холдинг Алтай-Лес, в который входит Содружество по результатам 2021 года, занимает 11 место среди сотни крупнейших налогоплательщиков. Это 1 миллиард 750 миллионов отчислений во все уровни бюджетов. Кстати, в компании отмечают, что сейчас в отраслевом сообществе заговорили о возможном введении моратория на расторжение договоров арендных участков, как мере поддержки лесников в сложный экономический период. Как высказал президент, в сегодняшней ситуации ключевая ставка государства должна быть сделана на частный бизнес, на предприятия, реально действующие, на реальный сектор экономики, который производит собственную продукцию и могут вытянуть в это тяжелейшее время. К слову, в Минприроды пути решения вопроса тоже предлагают. Вернуть себе право аренды лесных участков в Содружество, по словам министра, может. Способов несколько. Либо мы проводим, стараемся быстро аукцион провести на право заключения аренды, либо конкурс на право заключения аренды на этих участках. Пока спор между Содружеством и Минприродой не завершен. Возможно, встреча в таком составе не последняя. И договориться все-таки получится. Ведь на кону существование предприятия и судьбы людей, лишить работы которых нет желания ни у одной из сторон. Татьяна Голубева, Вадим Быстревский. День с толком. Что делать, если в школе нет учителя физика, химии или биологии? Выход есть. Это центры доп. образования. Сегодня для школьников это возможность бесплатно заниматься даже с профессорами из университетов. Подробнее в сюжете Анастасии Наборщиковой. Урок технического творчества. За партами пятиклассники не сидят. Мальчишки вырезают из дерева капот, бамперы, колеса. Сюда они прибежали после урока в школе. Уже во время сборки Платон думает о приводе. Нужно выбрать движитель, то есть моторчик. Тогда машинка поедет. Говорит, что в школе на технологии такого нет. На уроках чаще берут в руки учебник. Вот ограда завалилась у бабушки с дедушкой. Что взять гвозди, взять молоток и починить ограду. Взять ножовку, нарезать новый штакетник и сделать красивую ограду. В школе не научат? В школе, безусловно, научат, но здесь у нас больше упор на практическую деятельность. Федор говорит, что четыре года назад у него было восемь занятий в неделю. Сегодня их восемнадцать. Нехватку должного образования и учителей в школе родители решают доп. образования. Такие курсы есть и на бюджетной основе. Дети приходят сюда, начиная с пятого класса, и мы видим его растущий, можно так сказать, потенциал знаний, которые он получает здесь. И то, что мы получаем на выходе. То есть, ну вот уже на протяжении нескольких лет сто процентов наших выпускников поступают на бюджетные места в ведущие вузы Российской Федерации. Наследники Ползунова изучают математику, программирование и робототехнику. Например, в школе химия с восьмого класса, здесь с пятого. Кирилл, которому десять, изучает таблицу Менделеева в настоящей лаборатории. Сюда он хотел попасть. Мне мама сказала пойти на математику в политех. Я узнал об этом, захотел туда попасть. Узнал, что там еще информатика есть, которая мне нравится. Я сдал экзамен. Дальше провел разговор. Это был уже второй тур. Мало кто попали на второй тур. И вот так я поступила. Набор стартует в марте. И в этом сезоне он уже открыт. Главный критерий отбора – мотивация ребенка. Для педагогов это главное отличие от школы, где обучение – синоним слова «надо». Как и в школе, здесь есть теория и практика, но еще осознанность. Платон знает, что в будущем он может стать инженером, а Кирилл – врачом. Анастасия Наборщикова, Дмитрий Денисов и Александр Антропов. День с толком. Сегодня в мире отмечают довольно необычный праздник. День прогулки по паркам. Но зачем ходить, когда можно бегать? Так считают наши герои. И сегодняшняя погода их не испугала. Дмитрий Дроздов с ними познакомился и даже сравнил пульс. И с помощью бега за полгода, за 7 или за 8 месяцев, если быть точным, скинул со 103 до 83. Бегал Артем всегда. Но полгода назад вошел во вкус, увеличил дистанции и стремительно преобразился. Причем не планируя. Больше двух тысяч километров за год. Так как пробежать хотя бы километр? Надо просто проспать на работу немножко. И хочешь, не хочешь, тебе придется бежать на остановку, бежать до работы бегом. Это даже небольшая легкая пробежка, она уже полезна для организма. Ну а теперь ради эксперимента мы с Артемом пробежим примерно метров 100. И проверим в конце забега пульс. Человека, который активно увлекается бегом больше двух лет. И человека, который просто ведет активный образ жизни, играет в футбол и иногда бегает. Ну что ж, Артем, стартанем? Поехали. Так, твой пульс 133. У меня 126. Победил начинающий спорт. А вот Ольга пришла к бегу через лыжи. Многие думают, что лыжники зимой отдыхают. Но нет, они тренируются бегом. Сейчас она так расслабляется, а в лесу и вовсе успокаивается. Просто для здоровья, для гармоничных отношений с детьми. Потому что иной раз придешь, а тебе там стены изрисовали, и, хоп, в лес, добрую маму сделала, вернулась с детьми, уже можешь адекватно разговаривать. И для любого жителя бег будет значить что-то свое, особенное, но объединяет их всех активность. Мы подышали воздухом, получили дозу кислорода. Настроение улучшилось. Эндорфинчики, дофаминчики, все добавилось. Аэробные нагрузки, связанные с получением, с большим доступом кислорода. И наше настроение, наша работоспособность. Отчаянных бегунов не испугает даже сегодняшняя погода. Но начинающим лучше подождать недельку для комфорта. Начинайте весну правильно и в движении. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok